Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот буря и ураган помешали мне полностью поговорить о вечном зове, потому что тут некоторые есть у меня несоответствия расхождения с картинкой на пачке. И я хочу объяснить, потому что некоторые уже пишут, что возможно это пересортится. Это написано, указано на пачке большой вес, а у меня висят плоды маленькие, что это пересортится. Нет, я не думаю, что это пересортится. Вот посмотрите, цвет идентичный, просто у меня как бы уменьшенная копия вот этой картинки. Да, на пачке написано, что это раннеспелый детерминантный сорт с плодами великанами для открытого грунта пленочных теплиц, что это низкорослый куст с тяжелыми мощными плодами, массой до 900 грамм, поражает воображение. Плоды глянцево-красные, все такое, и урожайность 5-9 килограммов с куста. Но ведь производитель нам всегда указывает и наивысшую урожайность, и наивысший вес плодов, которые можно получить при благоприятных условиях. Но вот эти у меня кисти, вот самые первые, они именно завязались и формировались в то время, когда за стенами теплицы было минус. И когда я высадила, у меня вот этот единственный, вот этот куст свел, и у него образование вот этой кисти формирования пришлось на самый неблагоприятный период для томатов, когда и корень в холоде сидел, и само вот это вот, само растение, сама зеленая масса тоже страдала. Я поняла, что все-таки это не пересортица, это действительно вечный зов, но посмотрите, они очень похожи. И еще потому, что следующие кисти, которые выше, у нас как принято, нижняя кисть должна быть крупная, а следующая все мельче и мельче. Но тут наоборот, когда начались благоприятные условия, и следующие кисти начали завязывать более крупные плоды. И они по форме, вот смотрите, видите вот эти вот изгибы, ну копия, как на картинке, и размер уже укрупнился, и форма стала именно такая, как на картинке. Поэтому то, что нижняя кисть получилась вот такая, это виноваты только наши условия сибирской весны. Если бы было благоприятные условия, они, конечно, были бы и крупнее, и более похожи вот на это. Я вообще удивляюсь, как вот эта вот кисть еще сформировалась, как растение его не сбросило. Это говорит только о супервыносливости этого сорта. Еще хочу сказать, что когда я описывала русские колокола, я говорила, что он ни разу в жизни у меня не треснул, ничего. Но вот эти томатики, если вы смотрите внимательно, вы видите немножко, видите, на спелом томате трещинка. Значит, все-таки он долго висеть на кусту не должен, и спелые плоды, если поливаете вы кусты обильно, все-таки могут дать трещинки. Об этом тоже я не буду скрывать, потому что если вот томат, он трескается, ну, значит, он и трескается. Видите, даже зеленый плод и то треснул. Вероятно, что он, у него кожица, наверное, более такая нежная, тонкая. Вот русские колокола не треснули, а этот треснул. Вот это я вот закончила видеообзор, вчера из-за этого урагана. Кстати, приехал муж с работы, и в другом районе города, у нас в Заречном, у многих людей вот этот дождь с градом выбил все огороды, все посадки, вообще уничтожил. Там все в шоке. Мы сидим каждый день, как на пороховой бочке. Из-за аномальной жары у нас вот эти ураганы, день через день, то жара, то принесется вот такой вихрь, как смерчами крутит и град, и дождь. И вот поэтому, скорее всего, в теплицах эти экземпляры у нас, конечно, сохранятся, а вот в открытом грунте у нас риск каждый день. Вот это вечный зов, который первая кисть недоразвитая у меня, как получилось, а следующие, вот видите, наливаются большие, хорошие, формируются плоды. Это все-таки крупноплодный сорт. Все, до свидания.